О медицине сегодня говорили и депутаты Народного собрания. В парламенте прошло заседание круглого стола, посвященное перспективам развития здравоохранения республики, в котором приняли участие премьер-министр Сергей Шамба, представители администрации президента и Ассоциации медицинских работников Абхазии. Все подробности в материале Владимира Никонова. Насколько важны актуальные и злободневные вопросы, касающиеся сферы здравоохранения для каждого жителя Абхазии, всем хорошо понятно. За послевоенные годы в этой отрасли накопилось такое множество проблем, которые в силу ряда причин либо не решались вообще, либо решались частично по мере возможности, что прийти к каким-то однозначным и конечным выводам к принятию каких-то определенных решений в ходе состоявшегося обсуждения на данном круглом столе практически было нереально. Потому участники круглого стола вели разговор далеко не в рамках означенного вопроса, а именно актуальность принятия закона о здравоохранении, в необходимости чего никто и не сомневался. Разговор шел о многих аспектах, касающихся проблем здравоохранения, какова ситуация сейчас в этой сфере, что нужно предпринять в экстренном порядке, что делать в перспективе, какой должна быть медицина в Абхазии и многое-многое другое. Потому разговор получился, что называется многогранным, эмоциональным, даже порой несколько сумбурным, что неудивительно. Тема, как говорится, наболевшая. Ошибочно думать, что до тех пор, пока все больницы не будут восстановлены и обеспечены необходимой медицинской техникой, бессмысленно решать проблему рекламирования здравоохранения, создания национальной системы. Потому что я знаю, что есть такое мнение, ждут, вот когда все будет восстановлено, вот тогда мы все и будем потом решать в плане системы. Видимо, все-таки надо параллельно. Во всех больницах не хватает работников различных специальностей. Таких работников, как реаниматологи, анестезиологи, педиатры различных узких специальностей, например, кардиологи, педиатры-кардиологи, пульмонологи, их вообще нет. То есть это говорит о том, что действительно те студенты, которые учатся в российских вузах, даже за счет бюджета Абхазии, они либо не возвращаются, либо переквалифицируются, уходят вообще в другую отрасль. То есть молодые специалисты, они почему-то не идут в медицинскую по определенным причинам, наверное, всем известны, ну, низкая оплата, значит, и так далее, и тому подобное. Вот. Те, которые учатся там, они сами выбирают себе ту или иную специализацию. Приезжают сюда, и, вы знаете, вот этот вот перевес. Стоматологов и гинекологов большое количество, а те на специальности, которые я перечислила, очень мало. И поэтому я думаю, что необходимо прописать в законе тот момент, что договор должен составляться, Абхазии необходимы определенные специалисты. Надо обязательно реанимировать оставшуюся отставу Советского здравоохранения профилактическую медицину. Это дистанциальное наблюдение. Без этого нет удара. Гораздо проще заниматься профилактической медициной дешевле, чем потом учить уже то, что не лечится. Наш подход такой, что нужно изучать самый передовой опыт. Самый передовой медицинский опыт, конечно, это США, Германия, Израиль. Но США и Германия – это слишком большие государства, наиболее близкие. Для нас мы посчитали опыт Израиля. Послали твою делегацию. Они имели там встречу, посмотрели, сами пощупали, как говорится, изучили, пригласили сюда, приезжали сюда, группа специалистов. И вот мы 4 апреля заключили соглашение. Вот соглашение подписали с нашим Министерством здравоохранения. Вот такая компания «Херман ЛТД». Потом прислали специалистов 6 человек, недавно до них уехали. С моей точки зрения, очень профессионально подошли. Я посмотрел, что они делали, изучили хорошую систему нашу, все досконально изучили. И в течение трех месяцев должны подготовить план развития медицинской отрасли Абхазии. В конечном итоге все участники встречи пришли к однозначному выводу о несомненной пользе ее, о необходимости продолжения совместной работы в этом направлении. И в первую очередь решено было предпринять следующее. Должна начаться определенная работа. Возможно, мы даже сегодня не готовы для того, чтобы создать рабочую группу, которая начала бы сегодня-завтра уже работать. Но вот, наверное, оттолкнемся от того, что было сказано Назаром Нуревичем по поводу того, что надо начать работу над концепцией, чтобы хотя бы схематично мы для себя поняли, что мы должны иметь видение. И я думаю, что от вас, от медиков, которые уже много чего знают в этой области, эта концепция должна исходить. Владимир Никонов, Торник Амичба, Павел Кокалия, Абаза ТВ.